На старт, внимание, марш! Показать свои силы в скалолазании пришли около 50 студентов. Среди участников не только спортсмены, неоднократно покорявшие вершины, но и новички. У каждого по две попытки. Лучшее время и качество исполнения – главный критерий для судей. Я систематически участвую в таких соревнованиях. Это очень интересно, жизнерадостно, много эмоций. Здесь появляются новые друзья, меняются интересы. Сегодня впервые попробовала, мне очень понравилось, прям такое состояние счастья. Тут, конечно, участвуют ребята, которые профессионально занимаются подобными вещами. Ну, и, конечно, я думаю, у них будут результаты выше, чем у меня, но я думаю, у меня неплохо получилось. Туризм я занимаюсь очень давно, еще в школе начал заниматься, седьмого класса. Сюда я пришел заниматься с первого курса. Разряда пока никакого не имею, но очень интересно. Успел съездить даже в поход на Кавказ. Любителей спортивного туризма с каждым годом становится больше, отмечают организаторы. Покорение высот – своеобразный способ преодолеть себя. По завершению соревнований победителей выбрали как в личном, так и в командном зачете. У нас на базе клуба спортивного работает секция спортивного туризма. Мы посчитали, что это вид очень такой экстремальный, интересный, и предложили его провести. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной студенты состязались в разных видах соревнований. Шесть команд собрались на манеже, чтобы определить лучшего в легкоатлетическом забеге. Четыре спортсмена преодолевали дистанцию по 200 метров, передавая эстафету друг другу. Идея проведения стартов в канун Дня студента многим пришлась по душе. Это отличная возможность проявить себя, показать соревновательный дух, обрести каких-то новых друзей, возможно, чтобы появились какие-то новые знакомства. Это хорошая идея, потому что мы собрали команду, я считаю, будет хорошее мероприятие. Мы поборемся за первое место, так как мы со спортфака. Конечно, хотелось бы, чтобы привлекалось больше студентов, потому что спорт – это здоровье в первую очередь. Тем более, есть такая база, что нужно ее использовать на все 100%. Сегодня студенты смогли не только показать свои достижения в спорте, но и похвастаться знаниями в научных баталиях, посетить концерты и встречи. В НИУ БелГУ на сегодняшний день обучается свыше 26 тысяч студентов из 85 регионов России и 76 стран. Для каждого из них 25 января – особенная дата. В этот день принято желать успеха в учебе. Всех наших благородных студентов поздравляю с праздником, желаю успешной сессии, защиты диплома, кто выпускается, все самое лучшее. Желаем хорошей сессии и такой легкой учебы. Желаю всем любви, счастья, здоровья и удачи. Хороших результатов в зачетках. Желаю отличной студенческой жизни, чтобы вспомнить всегда. Гена Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.